Хей, ой, с вами Шамики, и мы продолжим пройдите руку под названием Розовая Пантера, право на риск. Окей, в прошлой серии мы закончили с вами Египет, и мы вернулись обратно в лагерь, звонкая хохо, но здесь довольно как-то мрачновато всё стало. Антон, ты слишком много работаешь. Отдохни несколько дней. По-моему, у нас здесь проблемы носят. Проблемы, мамблемы. Наверное, ты прав. Лучше вернуться к работе. О, окей. Слава Богу, ты вернулся. Я обнаружил очень занятные вещи. Получается, что Найджел... Детки вышли из-под контроля. Все запчасти пропали. Мои аэроборды, мои башмаки на пружинах, всё пропало. Почти все продукты исчезли, а детки не отказываются есть даже то, что осталось. Они агрессивны и полны ненависти. Здесь что-то не так. Ты должен докопаться до истины. Ну, погнали. У нас есть, в принципе, игрушки. А, его тут нету. Тогда давайте тому фон шляпы нам дадим это. Иероглифы. Типа виде доказательств. Взгляни на записку, отчего он. Здесь говорится... А вот только не здесь. Что-то слабейшее. Блядь, острый. Ах, тогда давайте. Другую записку. Смотри, я обнаружил открытку, подписанную якобы Найджелом. Но там полно ошибок. А он пишет грамотно. Да, и посмотрели на штемпель. Открытка, датированное число, когда лагерь еще даже не открыли. Лучше спрячь свои доказательства под половыми досками в подвале. Найджел. Ну, что тебе? А у меня что-то есть для тебя. Из Англии. Чей ты любимый друг? Жена. Что это? Это твой старый друг Гай Фокс. Многие дети сжигают фигурки Гая. Но только не ты. Ты любишь своего... Гай Фокс? Что-то тут чистое. Не прям. Окей, он говорит сюда, да, пойти? А что у нас в подвале? Надо же, спасательные жилеты! Эта старая рухля точно не работает, поверьте. Он говорит оставить под лестницей. Окей. Опять звуки пропали. Чи-чи. Так, игра. Сохранить. Выйти. Так, загрузить. Так, пам-пам-пам-пам. Открыть. Нет. Так, перехват. Игра. Открыть. Все. Как вы видите, вот так все у нас возвращается в норму. О, шляпан! Привет! Где ты? Я в подвале. Ну так выходи. Я не могу. Кьем, опил, запер меня. О, боже, я бегу к тебе. Пантер, мы должны найти Юн Кли. Он очень взволнул. Ну, пошли. Так, мы еще в другую страну не перешли. Прошу тебя, найди, Юн Кли. Прошу тебя, найди, Юн Кли. Он где-то здесь, да? Ну, пойдем в этот домик. Нету. Пойдем сюда. Тоже нету. Пойдем в это место. Австралия. И здесь ничего нету. Странно. Ладно, давайте тогда искать в другом месте. Так, ну, походу, нужно... Хотя нет. А где я его найду? Алло. Его нигде нету. Может, он где-то в домике прячется? Прошу тебя, найди, Юн Кли. Ну, давайте-ка перевернемся обратно сюда. Может, он где-то прячется? Линк-линк. Линк-линк. Здесь не видно. Здесь не видно. А, так я могу под кроватями шастать. А я, думаю, только в этой комнате смог. Тогда давайте сюда. О, нет. Хорошо. А, подождите, он же не из Индии. Ой, не из Китая, я наговорил. Что он сказал? Горячий. Как и большинство первых суда деток, Юн Кли должен говорить на нескольких языках. Но он, судя по всему, говорит только по-китайски. Что же нам делать? Я записал тебя на однодневный, ускоренный курс китайского языка. Отлично. Куда идти? Китай опять в путь. Окей. Получше хлопцы полетели. Дай мне все улики, которые ты привез из своего последнего путешествия. Я припрячу их под вар. Хм. Они украдут ли их? Так, чайно. Вот это, походу. Элит изображением драконов. Они, а этот. Прошу вас занять ваше место и пристегнуть привезные ремни. Наш самолет готовится к вылету. Окей. Мы получили разрешение на вылет. Если вы пристегнете привезные ремни, мы сможем вырулить на полосу. Добрый день, Розовая Пантера. Вас приветствует авиакомпания Аэрошлепа. Наш полет будет проходить на высоте 12 тысяч метров. После того, как мы выйдем на заданную высоту, вы сможете отстегнуть ремни и свободно перемещаться по салону. Так. А если на парковые... О, я на паршют могу нажать. Это чтобы не ждать вот этой анимации, сразу можно так, по-быстрому. Какое удовольствие видеть вас здесь. Приготовьтесь, ваш выход через пять минут. Какой выход? Ну, ладно. О, как будто шили на вас. Превосходно. Ваше лицо — произведение искусства. Не моргайте, вы сможете глаза. Мне выходить, выступать? ПЕСВЯ Rossман ОК ЗВЯ САМ- Субтитры делал DimaTorzok Все? Ну, меч можно? Меня не предупреждали насчет собак! Дело в том, что я их боюсь! Мы совершили эту большую ошибку! Не надо было приходить сюда! Ничего подобного, мужик! Это ты совершаешь ошибку! Я знаю конфу! Этот голос мне нравится больше, чем мой настоящий! Так, окей! Меч! Можно? На более-менее помню, как здесь проходится этот момент? Можно обрезать дети! Это глупо! Просто детские игры! Это глупо! Просто детские игры! Это глупо! Просто детские игры! Ладно! Точно, они обрезаются! Так-с! Коротышка готов! Луи! Не надо было бежать, Луи! Ты совершил серьезный промах! Луи разозлится на тебя! А если я не поборю тебя, то Луи разозлится на меня! Значит, я должен драться с тобой! Отлично! Я жду! Сейчас? Сейчас я свободен, а впрочем, как хочешь! И я свободен! Отлично! Начали! Я слепен! Я ничего не вижу! Ты! Ты! Грязная пантера! Я ничего не вижу! Я хотел! Чего, Лема? Я не говорю на вашем языке! Вы уже обедали? Ну, в общем, нет! Для нас большая честь познакомиться с вами! Позвольте пригласить вас к нам домой на обед! Приглашайте на здоровье! Мы это только что сделали! Вон кли! Громила Чак и Дел! Так, в первую локацию мы пошли! Ну, хорошо, что туда больше не нужно будет возвращаться! Тан-тан-тан-тан! Так, птичка! Письмо! Здесь денежки! Подарок китайскому Новому Году! Это моё! С ними поговорить нельзя, хотя... Закрыто! Мао! Шальцю! Я величайшее творение человеческих рук на земле! Меня соорудили для защиты от захватчиков! И хотя мне не всё удалось, Одного меня не отнять! Я очень большая! Хорошо, велосипед! Куда ты собрался? Что это за крыльяк? Наши крыльяк! Наши крыльяк! Это моей мамы, пратра-мама! Мы называем её мамой! Нихао! Добро пожаловать, знаменитая розовая звезда оперы! Прошу к столу! Всё почти готово! Так, рука за... Ага! А куда мне сесть? А-а-а-а! О, нет! Моя птичка! С птичкой можно потом поиграть! Еда остынет! Садитесь! А что-то здесь внутри есть! Карта? Камчели ваха... Вава! Походу, это вот этот лагерь! Что вы, я уверен, всё очень... Очень-очень невкусно! В рот не возьмёшь! Что, в самом деле гадость-то? Нет! Это китайская традиция быть слишком скромным! Боже мой, да вы что? Это восхитительно! Невероятно! В жизни такого не пробовал! Вы это пробовали? Божественно! Можно я вас обниму, так вкусно не бывает! Не ароматно! Да, ароматно! Просто изумительный аромат! Высшего класса! Ну, как я выступил? Слишком-слишком хорошо! Нахера все в силу! Нахера все в силу! Китайская традиция быть с пианино! Закрыто! Пианино! Мы очень плохо говорим по-английски! Моя дочь Липпинг говорит по-английски так себе! Она поёт и играет на пианино! Очень плохо! В таком случае, я с удовольствием её послушаю! Всё, да? Теперь я могу поехать! Куда ты собрался? Ну ладно! Что такое? Он закрыт! Вот, найс! Здесь денежки! Подарок китайскому Новому Году! Это моё! Сколько человек в вашей семье? Много! Липпинг мой единственный ребёнок! Один ребёнок на семью! Таков новый закон! То есть, каждая семья может иметь только одного ребёнка? Но почему? В Китае слишком много китайцев! Более одного миллиарда! Одного миллиарда? Запивай! Ну да, всё таки есть! Ну да, всё таки есть! Таиланда, Монголия и что там? Таиланда, Монголия и что там? Один миллиард людей, что-то такое! Ну это я слайм! Он на протоколе! Таиланда, Монголия и что-то! Таиланда, Монголия и что-то! Таиланда, Монголия и что-то! И всё! Ну всё? Теперь я могу! может вот это взять кота покормить тогда что она была скрыта за головой окей да в клетку а ну-ка готова он гордость семьи очень-очень умный он в особом лагере для гениальных под названием гениальный хо-хо понятно когда он позволяет себе не быть гениальным он помогает отцу в поле он живет с нами поэтому может ходить хорошую школу в пекине его отец выращивает рис очень плохо знает английский но видимо выращивает очень хороший рис вы должны пойти к нему навестить его рис принеси его рису удачу но я не уверен что смогу принести рису удачу если он конечно не анкл бенса я пытаюсь это слишком далеко ну поехали да да можно ехать на нем я не выпускаю мою птичку из клетки а теперь моя птичка улетела улетела слышишь улетела прости придержите дверь спасибо за обед пока мы говорим цаэхьян что значит до свидания цаэхьян всем улетела слышишь ну повторится найти ее если повезет блин зачем такая пустая вот здесь локация типа делают очень близко но на этом же и все а птичка ну давайте с ним поговорим ой беда беда я должен был принести домой благовония и не могу их найти моя семья собирается сегодня воздать молитву а я не нашел благовония моя мать рассердится успокойся я попробую раздобыть их до тебя обещаю ничего ты не найдешь я уже везде посмотрел а до города идти очень далеко ладно возьмем тогда вот это что это картоха я могу найти отца юнгли он собирался работать на рисовом поле ты смотреть он собирался прийти так давайте наверно птичку покажу могу ее призвать с помощью этого это птичка мальчика он будет в восторге о нет я упустила мое белье вы можете мне помочь я могу пытаться ну давайте пытаемся я раньше думал что рис растет на деревьях только смотри чего мне достать и раньше думал что рис растет на деревьях я хочу поехать алло можно можно сейчас пойдем вернем сразу птичка то что здесь все делается поэтапно я нашел то что ты потерял прости что я упустил фрэнк это был не ты сяо сяо он благодарит тебя ни за что и что ты мне дашь облаговоние это хорошо теперь мы типа можем поехать а он может мне что-то и подогнать в виде балки чтобы достать одежду это как вариант и 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 Я, наверное, с помощью шляпы к нему туда приплываю. Да. Походу там. Так, отдаем штучки. Ой, спасибо. Как мне отплатить тебе? Да, никак. Так что и не думай. С меня хватит и спасибо. И еще раз спасибо. А это уже слишком много за мои труды. О, башка. Или это шапка? А, шапка. Вы, случайно, не... Это древний способ выращивания лиса. Ничего современного. Но здесь же не вспахано. Тебе, европейцу, кажется глупым работать, опустившись на колени. Это не так. Мой сынок умница. Он может жить и на западе, и на востоке. У вас и у нас. Он в особом звонком лагере. Чтобы познакомиться с умными детьми, говорить на их языках и мечтать о будущем. А на скольких языках он говорит? На мандаринском диалекте китайского, английском и русском. Немножко на иврите. Правда? Но свободнее всего он говорит по-китайски? Нет. По-английски. С раннего детства он ходил в английскую школу. И даже в английский детсад. Он станет высокопоставленным китайским диптоматом. Странно. У тебя счастливая нога. У меня будет хороший урожай риса. Надеюсь, ты звезда китайской оперы. В общем, да. Спой что-нибудь, чтобы вырос хороший рис. Ну, я прошу тебя. Можно спросить у вас кое-что? Что означает эта фраза? Означает, что я с удовольствием верну тебе деньги во вторник за гамбургер, который ты мне купишь сегодня. Хм. 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 Так, походу. Алло. Где? Да, я как раз беседую с отцом Юн Кли. Представляешь, его сын говорит на четырех языках. А по-английски свободно. Пантара с тобой хочет поговорить. Индрагю. Ай, нет. Это розовая пантара? Я собиралась отнести цветочки, бархатцы на могилу дедушки перед отъездом, но не успела. Слишком рано подали самолет. Прошу тебя, он похоронен на индусском кладбище в моем родном городе Варанаси. Ты не мог бы отнести туда цветы? Если нет, я сама поеду. Индрагю, это я. Сделай это. Немедленно. Если я скажу родителям, что ты отказал мне от такой мелочи, то можешь попрощаться со своей работой. Понятно? Пока. Да, можешь не очень спешить. Спасибо. Похоже мне пора ехать в Варанаси. В Варанаси? В Индию. Так, готово. Давайте тогда на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.